Здарова, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить Old World на последнем уровне сложности за хетов новую цивилизацию. У нас королева Сатан Бандера правит, у неё есть наследник... не, подожди, это муж, наследник Мотовела, принц Мотовела. Кстати, надо бы его, наверное, уже замуж выдавать. Я вот думаю, а может его... при сколько ему лет? 26, ну да. А, подожди, я уже его... нет, я его старшего брата выдал. Давайте-ка сейчас глянем на... не, у него есть уже принцесса. Блин, я просто думал, может зарим... заримлян, ну ладно. В общем, лучше посмотреть с самого начала, если вы случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикреплённом комментарии. Ну, а спонсоры канала традиционно все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку. Что ж, продолжим. Так как высокий уровень сложности, у нас тут много проблем всяких, но с Грецией мы уже справились, она нам дань платит, как минимум, вот. Так, а где она? Да, вот, 18 дань от Греции, ещё 37 лет. Нет, тут набеги варваров. Я решил, что вот тут мне этот город не нужен, я лучше реально займусь вот этим городом, сейчас отобьёмся от варваров. Мы ещё даже поселенца не делаем, поэтому и нету смысла отбиваться. Нету смысла туда переводить юниты. Так, я думаю, что здесь надо рабочего или охотника ещё сначала сделаем. Давайте охотника, тут у нас много жителей. Хотя он даже красненьким горит. Я-ка, не знаю, почему, что красненькое означает. Но горит. Надо, как я, ещё дорогами соединить, но для дорог нужно этот камень. А, у нас уже тут есть рабочий. Да, вот мы как раз тут каменоломни и делаем им. Давайте вот тут продолжим. Так, а этот рабочий я им сорга сделал. Вообще, я его, по-моему, вот сюда вёл в ферму. Ферма у нас... Игра предлагает вот здесь поставить, но тут ферма 9. Я хочу сюда, потому что для того, чтобы ещё и лес вырубить заодно. Так, теперь воинами, я думаю, мы стоим. Так, слушайте, а что у нас? Ни один юнит... У нас нету ни одного юнита с генералом. Прикол. Ну, я бы добавил. Так, царица у нас в столице губернатором. 10 атака, 3 шанса, 3 очка. Ну, герцогиню, консорт давайте возьмём, наверное. Так, пока так. Дальше у нас тут есть скауты. Но я бы думаю, что мне вот этого скаута надо вылечить и бежать вот эту территорию исследовать. Мне кажется, что тут где-то персы должны быть. Не зря у нас зороастризм из Персии вообще-то пришёл. Да, и очень мало ходов, потому что малая легитимность, соответственно... Так, риторику мы открываем для того, чтобы принять какой-то закон. По-моему, Эпос, да? Да, риторика. Эпос плюс 10 за каждого убитого военного юнита. Плюс 10 культуры будет даваться. С другой стороны, нам для этого 400 цивиков надо, а у нас только их 12. Да, короче, всё очень медленно у меня тут. Очень медленно. Да, это 30-й ход всё-таки. Я говорю, что я что-то сомневаюсь, что я на последнем уровне сложности смогу победить, но зато... Блин, греки реально смогли уже там город поставить. Там же этих варваров было немерено. А как так? Так, тактикам либо фанатикам. Нет, тактик больше мне нравится. Блин, я бы жертвоприношение принёс. Давайте, наверное, купим еды. Там 65 надо, да? Божество Тиштри звездой сияет на ночном небе, сражаясь с демоном Апаошей, также именуемой засухой. Когда о небе восходит звезда Тиштри, оба небесных противника принимают форму лошадей и начинают битву. Зароастрийские волхвы встревоженно утверждают, что никогда не видели, чтобы звезда сияла столь ярко. По их мнению, это может быть предвестником тяжёлых времён. Короче, да, надо... Ой, что-то я дофига купил, фак. Ладно. Нам всё равно сотка сейчас будет нужна на начало поселения. Поселенца. Так, поселенца там 100 как раз требует, видите? Поэтому нам надо... Вот так. Я вообще мог тут альт нажать, и тут бы докупилось само. В принципе. Так, шесть ходов. Так, за шесть ходов нам надо пойти вон с теми варварами разбираться. Так, так. Я забываю пользоваться способностью... Хетов срезать Деревья Приказов на это нет Не хватает Давайте поднакупать Сейчас не знаю на что мне будет тратить муштру Просто будем покупать Чтобы ходить Скаутами открывать территорию Ну Фива очень грустный город Я мог удерживать эту территорию И самому поставить Но мне кажется это тупо Очень-очень плохое место Так Царица Ладика способна из Греции Мертва Мнение о нас злое Ваш сын и принцесса О, у нас есть внучка Теперь, окей Ну и вообще Династия расширяется Новый правитель просит воздвинуть В Кадеше статую покойной царицы Ладики Способной из Греции Так, если мы воздвигнем То царь будет очарован Но семья не на сан Мнение о нас Минус 40 Если не воздвигать Ну я не знаю Я не считаю То есть греков мы вроде как Пришибли Я не думаю, что мне их стоит Прям бояться А вот Видите, у семьи Минус 50 имеется Так что лучше Улучшим отношения с семьей Любимый зритель Если тебе нравится видео То поставь, пожалуйста, лайк И оставь комментарий Кроме того, где-то либо здесь Либо здесь появляются ссылки На мои социальные сети Ну а если ты все еще не подписался На мой канал То, конечно же, подпишись Можно стать спонсором канала И получать эксклюзивные видео Только для спонсоров Жевжиков-патрициев А некоторые видео раньше Чем для других зрителей Кроме того, появилась функция Суперспасибо Где-то под видео Это как донат Только не во время стрима А только этому видео Всем спасибо за поддержку Да, очень мало приказов Просто очень мало приказов Соответственно, мало городов Все очень плохо, блин, вообще У Рима уже три, по-моему, города Да Ну и у Греции два Ну, очки Дается одну очко за начальный город Два очка за развивающийся Три, по-моему, за развитый И четыре за легендарный Это все уровни культуры Блин, тут нам О, камень 200 Блин, ну я бы, наверное Я бы, наверное, камень за два хода Да, взял 200 камней Это круто Так, этого парня Спрячем в лесу Просто пока Так, здесь охотника поставили Нам бы лаванду Ну, лаванду мы не сможем быстро обработать Она не скоро откроется Так, предмет роскоши Мех Ну, вот теперь надо в город Теперь надо в столе А, там, по-моему, приказы требуются Да Да, там два приказа, по-моему, будет требоваться Так что пока не отправляем Но потом отправим Так, здесь, наверное, сюда перейдем Здесь, сюда Давайте еще по одному приказу я куплю Просто один приказ Купим вот так Так, вспомним, что у нас тут в семье Два роста Сельские специалисты Быстрее строятся Ну, сельские специалисты Это те, которые на этом всем работают Я думаю, что Я в каменоломне вот сюда посажу Чтобы добавить Но тут сначала надо построить каменоломню Так что, поэтому Я бы, наверное, рабочего еще одного сделал, пожалуй Но из приказов, с другой стороны, не хватает Блин Давайте тогда форум Чтобы цивики капали Нам надо эпик принимать Когда-нибудь Во время ремонта храма Рабочие наткнулись на обрывки древнего свитка Наши священнослужители Истолковали найденные письмена И уверены, что это не что иное Как догматы великого божества Утраченный свод законов В котором описано утопическое общество Ваши советники предостерегают Об опасности поспешных решений Но вы беспокойтесь Что это может быть испытанием свыше Как вы поступитесь? Поступите Поделитесь новой верой с миром Или оставите эти учения для себя? Блин, мы сможем религию основать Вот проблемка У нас уже принят Зороастризм С другой стороны чем Ладно, давайте будем основывать У нас, наверное, будет основан иудаизм Скорее всего Да Но мы не будем Пока его принимать И государственным делать Получить последователя иудаизма Вообще у нас 140 Если я помогу То минус 20 То останется 124, да? Давайте поможем расти Мы получим последователя И сразу распространим Собственно в столицу Отлично Обожаю за иудаизм играть Постоянно только за него и играю Я иу-иу-иу-иудей Так, ну пока все Пока все Тут каменоломню Тут ферму Ой, наш муж захворал Черт Герцог Циципас Злопамятный А герцог Адат Нерари Становится правильно Это все наши дети Между прочим Вон Внуки уже даже Так, надо как-то Королеву Через один Назвать Харапсеки Хаймарс назовем Это просто в честь Греческого бога войны Такая Такие немножко эти Зарубежные Перем... Ух ты Откуда у нас? Так, а что это за великий? Это Легитимность плюс 30 Это у нас На новый Уровень Перешла наша королева Ее называют Способная Видимо из-за этого Легитимность добавилась Так, ладно Тут начинаем Каменоломню Здесь ферму Дальше Двигаемся Юнитами Куплю, чтобы они вместе шли Просто Поселенец Трехода Вообще реально Так мало Так мало Приказов Давайте посмотрим Сколько там у кого У других Конечно Они на высоком уровне Сложные Тут пишут в начале У Рима И Греции Мы должны Увидеть По идее Ну Греция 15 Блин, а у Рима Не показали Греция Висячие сады Завершает Получили Кучу камня Я бы Дороги Открыл Мы Очень Медленно Очень Медленно Перемещаемся Плюс Это На содержание Городов Повлияет Ну Просто Я еще Идеист Почему Взял Мы еще Можем Попробовать Отдалились Минус 100 Можем Попробовать Распространить На Грецию И Рим Тогда у нас С ними Будут Очень хорошие Отношения Беспокоюсь Как бы мне Греция Еще Войну Не Объявила Надо Еще Не Забывать Что Мы Не Тратим Ход По Холмам Да И Все Я Все Не Как Меха Не Отдам В Хатус Плюс 8 Меха Будет Хоть Плюс 7 Давать То Тут Еще Проблема С Этим Увеличением Постоянным Несчастья Оно Будет Все Меньше И Меньше Ресов В городах Давать Постоянно В городах Увеличивается Несчастье Все В иудаизм Переходят Жители Кадеша Давно Привыкли К россказням О чужих Недосягаемых Землях Далеко За границами Но Недавние Слухи Заставили волноваться Даже этот Видавший Виды Народ Великая Нация Далеко За пределами Изведанных Земель Собирает силы Для нападения На нашу Страну Старейшины Города Умоляют Предоставить Им Деньги Чтобы Попытаться Откупиться От захватчиков Когда Они Придут Удовлетворим Их Просьбой Попытаемся Защититься От Этой Орды Ага Налет Нет Давайте Мы заплатим Тем более Что это Минус 40 К несчастью Я всегда Готов Заплатить Если Наемный Отряд Колесниц Прибывает В столицу Предлагая Свою верность В обмен На звонку И монету Что мы Ответим Да Я надо Брать Колесница Наемник Это круто Опа Так Подождите А там Он Случайно Ага Так Ну нам Надо Войну Риму Объявлять К сожалению Но мы Не можем Допустить Чтобы он Там Поставил Он Сильнее Но мы Не можем Допустить Чтобы он Там Поставил Город Понимаете Просто Не Можем Чисто Ради Того Чтобы Поселенца Этого Убить Ну По идее Мы Должны Эту Территорию Держать Но Он Отсюда Сейчас Попрет На Кадеш Фак Нам Стены Нужно Там Строить Блин Все Очень Хреново Не Знаю Как Сейчас Просто Сто Процентов Сейчас Попрет На Нас Рим А Если Еще Греки Вступят В Войну Будет Очень Короткое Прохождение Ну Это Мечник Третьего Уровня Не в силах Стоять перед Плотскими Удовольствиями Царь Консорт Лобарна Имеет Репутацию Безрамственного Человека Ах Он Приболел Но Загулял Такой Шалава Небольшой Еще Внучка Появилась И Семейство Переросло Перешло В Иудаизм Так Слухи О нашем Знании Отлов Животных Разнеслись Далеко Во дворец Пребывает Представитель Царя А ну Это Типа Они Теху Хотят Чтоб Мы им Дали Я Бы Дал Чисто Чтобы Немножко Улучшить Отношения С Грецией Тактику Пускай Изучают Значит Так Вот эту Территорию Мы занимаем Колесницей Ждем Поселенца Чтоб Товести А этими Надо Возвращаться К Одешу Даже Сейчас Не Ходим По Силам У нас Тут Жопа Будет Иначе Этот Город Явно Возьмут Так Может Все Так Купить Нет Я лучше Потрачу Сто этих Какого-нибудь Генерала Добавлю Так Фермер Рудокоп Форум Наверное Форум Пока Нам нужны Цивики Надо Эпос Принимать У нас Нету Наверное Ошибкой Было Ошибкой Было Зарастризм Принимать Я потратил Там 200 Цивиков На Принятие Государственной Религии Так Ну Пока Все Пока Все И Все Очень Грустно Я Еще раз повторю Я вынужден Он Следующим ходом Ставил бы Тут Город Он Занял Место Колесницей И Шел Поселенцам Если бы Тут Не было Занято Если бы Просто Шел Поселенцам А тут Было Ну Например Варвары Были Или Еще Кто-то Я бы Почему У него Армия Вон Где-то Еще Есть Охренеть Как Это Вообще О Царь Мертвый Рима Гост Славный Теперь Новый Взошел На Престол Может Получше Ну Отношения Немножко Получше Стали Герцог Адат Нерари Становится Алчным Блин Так Я бы Не все Юниты Туда Вел А Например Только Этот И Этот Что У него Уровень Против Поврежденных Возьмем А Этого Оставил бы Тут Потому что Вон Видите Хотя Мы его Убить Не можем Мы его Можем Убить Отлично Так Но Сначала Ведем Наверное Посила Блин Нам надо Быстрее Тут еще Город Поставить Да Так Я хотел Камнетеса Делать Простаивают Рабочие Ой Как Состарилась Сатан Бандера 60 Не узнать Когда Молодой Была Блин Так у меня Мало Легитимности Конечно И соответственно Мало Приказов Минус Два На цивики Не обращать Внимание Просто Я сейчас Все в городах Именно За цивики Строю Поэтому Они Так капают Вообще Мне надо бы Юнитов Построить А что Греки Они Греки Пытаются Вот это Место Захватить Чтобы Город Поставить А что Неужели Им тут Негде Селиться Реально Ваш Муж Умер Эх Скорбин Весь В мать Растет Отважным Человек Но это Внук Я так Понимаю О Делегация Из официально Разодетых Ученых Мужей И женщин Доставляет Послание От царя Антигона Зодчего Из Греции Он предлагает Технологии В счет оплаты Своего долга Перед нами Сопровождающие Ученые Могут посвятить Нас В греческие Открытия То есть Мы больше Не в долгу Мнение Плюс Сорок И мы Получаем Прорицание А греки Земледелие А прорицание Это Возможность Строить Святилище Тут же Одинаково Нет Пока Сохранить Ответную Услугу Вообще Плюс Сорок Давайте Наверное Согласимся На обмен Хочу Улучшать Отношения С Грецией Я просто Не вижу Чтобы я С ней Воевал В дальнейшем То есть Мне с ней Очень не хочется Воевать Собственно Как с Римом Так Тут По силам Сначала Подходим В общем Я бы Наверное Город Вот тут Ставил Чтобы он Через реку Атаковался Понимаете Либо сюда Либо сюда Надо подумать По-моему Одинаково Я даже Наверное Сюда Выставил Так Тут Подходим Вот В город Заходим И сюда Так Минус Чувачок И Два Приказа Одним Приказом Повысим Мечника Давайте Шанс Крита А вторым Приказом Пойдем Пойдем сюда Ферму Построим Или Дорогу 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 Я же вроде Открыл Да Дорогу Я по-моему Открыл Где Дорога А вот Сейчас Открывается Два Хода Три Хода Вот После открытия Дороги Надо бы Провести Дорогу В Кадеж Будет Светилище Не хочу Строить Так Пожди А вообще У нас Как Не помню Как тут Соединение Смотреть Вот так По-моему Нам надо Будет Вот так Дорогу Провести Чтобы Города Считались Соединенными Резы В принципе У нас Накапливаются Тогда Скаутом Похожу Ладно Один Ход Имеется И меха Все никак Не отправлю В Хаттусу Блин У Рима Мечник Пятого Уровня Что ли Вообще Охренеть И он Еще Вот это Каждая Атака Города Это Мне Минус Видите Плюс Десять К несчастью Точнее Не Минус А Плюс Десять К несчастью Ну Компьютер Явно Мне кажется Читит С приказами Слишком Он Много Ходит Прямо Скажем Восстанавливаем Потому что Пока не восстановлена Защита Тоже Минус К несчастью Видите Плюс Два К несчастью Из-за Повреждений По духе Постолкнулась В поединке Вздовствующей Царицы Фульвии Разведчицы Вау Струи пота Текут С ее лба И впитываются В тунику Под доспехом Но Пудахепа Этого Не замечает Все Внимание Сосредоточено В движениях Оппонентки Внезапно Фульвия Делает шаг Вперед Перенося Вес На левую Ногу Затем Резкий Выпад Металлическое Лезвие С характерным Хлопком Врезается В кожаный Доспех Броня Выдержала Но силы удара Заставляет Пудахепа Оступиться Фульвия Тотчас Этим Пользуется Второй Выпад И лезвие Проходит Между кожаных Пластин Но Фульвия Просчиталась Ее удар Едва Задел Туловище И теперь У нее Самой Нет Пространства Для маневра Пудахепа С широкого Размаха Ударяет Щитом В шлем Противницы Фульвия Падает Удар Был такой силы Что в шлеме Теперь зияет Бреш Вдовствующая царица Тяжело раненая Так В следующий раз Я закончу Начатое Плюс отвага Мне нужен другой план Плюс мудрость Упорные тренировку Помогут избежать Раневую Плюс дисциплина Отвагу Наверное Возьму Отлично Там у них Королева Тяжело ранена Королева Сама атакует Кадеж Представляете В последнее время Вы думаете о том Чтобы улучшить Отношения с олигархом Супилулимой Супилулиумой Судьей Кто знает Какие плоды Могла бы Принести Такая дружба Так он не глава Семьи Случайно Нет Ну давайте Бесплатно Улучшим отношения Почему нет Так значит Город я хотел Сюда оставить Так нам осталось Выбрать Из двух семей Либо Цальпуваны Покровители Либо Хаттусаны Торговцы У нас здесь Морская Плюс два цивика Плюс две культуры За специалиста Ускорение Производства За деньги Минус Одно недовольство За культурное событие Минус один уровень Недовольства Так Хорошо А это Может добавлять Несколько дорог В год Юниты Семьи До усовершенствования Улучшений А деревня Быстрее Появляется Плюс Ресурс В слитках Я не знаю что такое Ресурс В слитках Это видимо Ага золото Серьезно Тут этого Ничего подобного Нету Жемчуг Тоже ресурс В слитках Оказывается Открываются Караваны Придворный Торговец Ну не знаю Мне что-то Торговца Больше нравится Хотя блин Покровители Цивики И культуру Дают Придворный Министр Оливки Жемчуг Ну тут знаете Тут могут быть Жемчуги Ладно Не знаю Почему-то У меня торговцы Хочется Больше Не знаю Почему Придворный Торговец Появляется Пока Нам правда Его не на что Использовать Конечно же С рабочих Начинаем Рыба Тут еще Предайте Глянем Какие тут рисуют Крабы 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 Еще и рыба Нет Вот этот морской город Очень крутой Столица Пастуха Делаем Что это плюс Разве не дает Дополнительно Приказы Наверное Тут лучше Пастуха Так Военные юниты Этот 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 Ну я бы Наверное Рабочими Сейчас Походил Еще у нас Два Хода До Дорог Да Давайте Сюда Переберутим Переберутим Этого сюда Перейдем Потому что подготовим Чисто дороги строить Теперь Юнитами Юнитами Я бы Наверное Этим Подходил Вот сюда Хороший Хороший Так Круто Очень круто Аутами Хороший Может, в укрепление поставить А, эти не ставятся в укрепление Блин Ладно, тогда коляской в город зайду Или нет Давайте я все-таки куплю на этот раз приказ И отправлю меха в Хатусу Ой Все, медленнее несчастье будет накапливаться Тут вот крабы будут, куча еды Жалко, что жемчуга при этом нету Мрачниками решили действовать Племенной налет из далеких земель Близ Хатусы Ну, там, мне кажется, в Греково они должны Врубиться Наш наследник плюс харизму Все более уверенный и обаятельный Так, наконец-то дороги открыты И Блин Советника бы, наверное, открыть Игра считает, что казармы надо открывать Да, конечно Да, наверное, казармы давать Но, допустим, у нас нету вообще Приказов для юнитов Свирепый Так, подождите А прачники, они кем считаются? Пехотой Значит, против пехоты Прокачаем До дворца Дарши вести, что налетчики из далеких земель нападают на Хатусу Эти войны далеко от границ Изведанного мира Наемники, странствующие армии, сражающиеся за деньги И охраняющие торговые пути своих далеких наций Но неизвестный наниматель обратил эти войска против нас К счастью, верность этих войнов легко покупается И часть их командиров уже изъявили желание сражаться на нашей стране против своих В обмен на постоянное жалование Зашибись Так, конного лучника-наемника Либо В кадеше набирает популярность новая игра Игра столь же проста, сколь и популярна Игроки переставляют фишки на поле из грубой красной глины С отверстиями, отмечающими маршрут Название для такого любопытного досуга еще, похоже, не придумано Что нам делать с этим, без сомнения, занимательным изобретением Поощрить игру Плюс культура Минус несчастье Под стать знатным особом Но у нас с семьями вроде, да, вроде нормальное отношение Так что плюс культура Минус несчастье Герцог Аднерари с великим рвением занимается обучением тактики Особенно военным упражнением Где ему всякий раз удается победить соперников Очевидно, в хетском царстве лучшие наставники Возможно, стоит повысить кого-нибудь из них к должности Давайте Придворного солдата сделаем И, наконец, герцогиня Хаймарс Так, это у нас через одну будет Давайте, наверное, философию изучать Надо будет К науке Перейти В определенную Так, в Кадеши Продолжаем ремонтировать все Я бы, конечно, стены построил Но они не открыты просто Поэтому и не строим Так, у нас шесть приказов Что у нас тут Конного лучника Надо, очевидно Вести На бой И генерала сюда Где у нас новый генерал только что появился Карабсеки Воительница Такой же юнит Ну, и против кавалерии Не очень Алексинян Да, такой тем прикольный Ведь остальные тут Давайте Алексиняна Управлять Конями Отправим Так И три приказа Это стоит Этот я бы вылечил Этот коник стоит Так, тогда скаутом я вот этим походил бы Раз И два Так, ну что у нас тут Они У них круче Развиты Техи Но Видите Сила Я думаю, что вот этих я отобью И Рим, наверное, на мир пойдет Другое дело Я пока не вижу Где мне еще города ставить Не исследовано Нифига И Грец Ну, Греция Какие-то херовые места Но, с другой стороны Это на последнем уровне сложности Наверное, у нее там все равно Какие-то бонусы Да будут Лаванду я тут Ну, фивы Ну, смотрите Какой-то грустный Как грустно Как грустно Ух-то Отходит Рим Одним юнитом только, да? Ага Вот его Клохатусы Ну, видите Как говорил Что они сначала на Грека пойдут Вот тут Короче, появились варвары И большая часть Отлично Убила ему посила Который шел на это место Отлично А я бы поставил тут города Вот, прикиньте Я бы боролся Я бы с этими варварами потом С такими говняными городами И против варваров Нехилых Так Вот отсюда я смогу стрелять, да? Хорошо Подходим Дальше Этим юнитом подходим И вот этим Теперь стреляем И убиваем Ваша невестка и генерал Неугомонная Свирепая Уже имеет это повышение Видите? А это против генерала Нет, давайте просто отвагу улучшим Этого вылечим Так Дальше дороги строим Тут все отремонтировали Отлично Позначительство дает деньги Которых у нас и так Немерено Еще каменотесов Не знаю Камни у нас достаточно Как мне видится Давайте совет проведем Это добавит Цивиков нам Я хочу быстрее набрать Короче, рабство Ой, не рабство Эпос Все еще хочу Принять Какие-то снежные равнины Оттуда С севера Как будто русские нападают Постоянно Такое ощущение Блин, неужели они еще Этого мечника убьют Греции Вот, короче, Греция Очень зря здесь города ставит А я очень Мне кажется Очень мудро Их не поставил Там сверху Я просто знаю Что здесь вот С края карт Чтобы вы себя не чувствовали В безопасности Типа я на краю Там никого нету Нифига Волд-ворлд Как раз на беге варваров С краю карт происходит Так, ну этот идет К хатуси Ладно, предположим А это вот в Грецию Блин, и этот Кадешу К сожалению Две штучки Ауч Ваш сын Мотовела С каждым У него становится Все более Еще харизма Кстати, у него уже Была харизма Сейчас посмотрим Будет ли соединен Кадеш И он соединен Отлично Видите Эффект от соединения Солицы Плюс 2 к росту Минус 1 к несчастью И минус 10% К содержанию Так что это Важная штука Так, а что Он решил еще Этого юнита Потерять Ну, я Пожалуй Его убью Не вижу Причин Так, сейчас Проверим С этого Начну Наверное Просто я Хотел бы Чисто этими Не двумя Убить А Нет Не получится Да Ну, не знаю Я думаю Что у Римы Армии нету 281 Тут шелось Интересно Почему Герой Слишком близко Греции Близко Они платят Дань Ну, тут Война Понятно А что По Религиям Тут уже Фракийцы Приняли Ну, фракийцы Это Минорная Цивилизация Это не вот Такие Знаете Как они В лагерях Будут Находиться Ладно Блин Может В Хатусе Все-таки Юнита Сделать Заодно Цивики Быстрее Наберем Ну, потому что Сотвих этих Варваров Надо что-то Делать Ну, тут Я должен Отбиться Не знаю Про кого-нибудь Атаковать Город Либо Рабочего 18 Приказов У Греции Если я потеряю Вот этого Фермера Меня это Не особо Беспокоит Ага Грабят Грабят Каменоломни Ну, нормально Перетолки О сверхъестественных Способностях Герсогини Хаймарс Дошли до Дворца Вызвав Переполох Среди Ученых И исследователей Если верить Слухам Из академии По-моему, по-моему, круто Завершил обучение Тактики И он будет Тактиком Так, наша царица Мудрость Отвага Наверное Мудрость Все-таки Плюс Плюс к науке Это всегда Хорошо Так, здесь Стоим На месте Лечимся Здесь Возвращаемся Чтобы Убивать Возвращаемся Так Что мы Дальше Юнитами Делаем Сколько у нас? 324 Давайте Еще Совет Плюс 43 То есть Еще Два Раза Можно Провести И Получим 400 Наконец Рабочих Лучше Лечить Раненые Они На один ход Дольше Строят Все Улучшения Так Ну Вроде Заканчиваю Пока Нам Конечно Вот тут Надо Исследовать Но у нас Пока Нету Ни Сил Невозможностей Ну Сейчас Мы Этих Убьем И тут Отремонтируем Как раз Каменоломни Больно Бьют Варвары Да Что-то Минус 49 Не Нас А что там Из-за чего Ну Тут Большое Недовольство Видите Минус 80 Их Недовольство Это Из-за Того Что Город Атакуют Субтитры Да, чуть-чуть не хватает До эпоса, я убиваю всех варваров А мог бы кучу культуры Насобирать Блин, а за счет чего у меня Уровень Интересно О, давайте следопыта возьмем Кайф и сможем использовать ее Как скаута Между прочим И выполнили амбицию Повысить юниты пять раз, зашибись Так, первая амбиция готова Блин, может скаутам лучше ходить вот этим Ну надо, надо территорию исследовать Надо, понимаете Просто надо Вообще, на самом деле Я пока тут ничего важного не увидел Вот ходя этим скаутом То есть просто вот вижу Где тут, то есть я даже не получил Ни за что легитимность сейчас Греки не могут туда Я не знаю, неужели Греции реально вот тут негде город поставить Вот тут же выглядит, как будто тут какое-то место есть Греции реально только два города поставила И три города Урима Смотрите, какие постоянно прокаченные юниты у моих соперников Вот где они их прокачали Вот где Греция могла прокачать Это читы на последнем уровне сложности Где Греция могла вот так юниты прокачать Просто не могла нигде Только вот на этих там варварах С которыми я тоже воюю примерно так же Блин, убили все-таки Но он хорошо простоял Хорошо простоял, молодец Так Наконец-то можем принять эпос Давайте проверим, что точно Ну вот раньше рабство давало, по-моему, плюс пять приказов И поэтому имело смысл в нее идти и принимать Нет, ну тут видите, плюс одна наука за городского специалиста У нас нету городских специалистов У нас все сельские Так что эпос берем Это точно Следующая амбиция Контролировать пять юнитов типа кавалерия Ну, вы знаете, у нас еще есть одна амбиция Мы явно ее не выполним до смерти То есть она станет наследием Мне кажется, нету смысла Два задания каравана Два задания каравана Подождите, а кстати Может теперь вроде как караваны Подождите, а как это работает? Торговцы Семейная резиденция открывает караван Кавалерия То есть мы строим здесь юнит караван Который движется и потом приходит В город другой цивилизации И создает Да, ну только видите, он 10 ходов строит То есть у нас как минимум 20 ходов То есть мы это не сможем сейчас выполнить Но надо не забывать, что у нас есть караваны Да, ладно Мы не принимаем никакие амбиции сейчас Так, сделали Цивики набрали Ну не знаю Каменотеса я тут не хочу еще одного делать Мне кажется и одного достаточно Ну у нас плюс 20 пока идет камня Может форум еще второго уровня поставить Цивики дает Это не помешает Так, теперь Этой побежим Потому что у нее Плюс 3 Подождите, плюс 3 же Плюс 3 обзор Что за хрень? Это плюс 3? Это не выглядит как плюс 3 Так Так Давайте мечника И этим О, гарнизон Кстати Наместника Да, давайте гарнизон строить Хорошее место вот здесь Если кто-то нападать будет Так, ну осталось вот с этими двумя разобраться Тем более, что они культуру дадут в Хатусу Так, надеюсь, они сейчас не будут обходить мои юниты Чтобы Хатусу атаковать И наваливать туда еще несчастье Блин, и как бы еще с Римом помириться? О, никак, видимо Главой семейства Кусаранов Является Наследник Мудрость Ну все вроде неплохо развиваются Так, военную подготовку открыли Игра считает, что надо бы копейщика открывать Ну не знаю, не антикавалерия Там на меня кавалерия, это никто не нападает Блин Наверное, я бы аристократию открыл Централизацию принял И посла еще использовал Так, пока я нового генерала не буду Выбирать Значит, тут мы в город Этого ставим Этого вот сюда Чтобы он стоял в лесу И его было хреново обстреливать О, видите, культуру получили Плюс 10 Блин, сейчас надо этим мечникам возвращаться Я так считаю Давайте, может, генерала сюда сначала добавлю О, такой же юнит плюс 20 Это в тему Ну и этим проатакуем из города тоже Что-то Рим А, уже сильнее Он типа понастроил юнитов Почувствовал, что он сильнее Ну ладно, давай-давай Наконец-то крабиков Начинаем обрабатывать Герцогиня Хаймарс Демонстрирует невероятные способности К математике и геометрии Налету схватывая основы Как лучше принести эти познания Инженером Плотником Так, надо понимать, что она у нас будет правительницей Будучи лидером, все юниты плюс 10% силы против осадного орудия и кораблей А тут Все новые юниты осадного орудия и корабль Очки нет Давайте просто всесторонним Пускай плюс мудрость будет Засилие коррупции Харизматичный местный аристократ вызвался искоренить нечистую на руку администрацию Станить подобие честности Пускай кампания проходит беспрепятство Минус один уровень недо... Это, видите, происходит из-за того, что в Кадеш Достиг пятого уровня недовольства Финансовую поддержку За 600 минус 2 уровня Да, наверное, за 600 минус 2 уровня Так, ну тут надо убрать этого скаута отсюда И, наверное, походим вот этой колясочкой О, наконец-то встретили минорную цивилизацию Установлен контакт с данными Мы должны пока перемирие Но вот этот город точно нам надо будет захватывать Сто процентов Я вижу цель Но, к сожалению, и вижу кучу препятствий На пути к этой цели Блин, как бы Рим уговорить... Пока я не могу никакие предложения Пока... Там мы сможем посла назначать И с помощью посла мы можем уже посылать сообщения Так, здесь мы коником становимся сюда Это у нас пехота? Да, это у нас пехота Давайте... Или точно... Давайте точность подкачаем Просто он стреляющий юнит А когда мы в лесу У него штраф К стрельбе Дальше Встанем так И так Этим лечимся Рабочий Наверное, можно каменоломню В принципе, здесь И два приказа Я вот этим постою, наверное... А, подожди Я могу этой коляской походить Тогда обстреляем его И походим На один код и этой Да, вот это мне место нравится Несомненно Идется с данными Но надо еще посмотреть Что у нас тут сверху Там вон греки все держат Место Но куда они у них поселены? Вон, вторая попытка поселенцам Дойти до Места поселения Вот давайте Мне просто интересно даже Как далеко греки Походят У них, по идее, там что-то 17 О, ход Египта Мы Египет встретили? Нет Просто пишет, что ход Египта Сколько у них приказов У греков И как много они юнитами походят Все, Рим отошел Что-то я не увидел Сколько приказов у Греции Как он походил Греки перешли в иудаизм Блин, так может и мне Перейти в иудаизм Закончила обучение философии Очень странно А почему она тактик Либо фанатик Блин, может только эти фанатикам взять Будучи лидером мнения религии Плюс 60 Говорода с государственной религией Могут устроить ускорение за муштру А тактик, будучи лидером Все же дальность обзора Давайте, наверное, фанатик Она у нас же будет королевой Если, конечно, там Все путем будет Никак мы не можем, да Перемирие предложить Если требуется посол Для перемирия Разведчик Неугомонный Мудрость Давайте, мудрость Еще плюс культуру получили Ну все, мы тут вроде как зачистили У нас тут коник стоит Еще вот территория Тоже данных Ну нам, походу, с данными придется вывивать В какой-то момент В какой-то момент Пройду чуть вперед И вот постоянно будут набеги отсюда этих воров И они будут постоянно в города Греции скорее Идти, а не в мои Что меня не может не радовать Блин, нам бы Замириться С Римом О, о, это откуда взялись Блин, вот это не очень Сата Бандера Могучая Блин, мотовела Раздавлен страхом И потерял одну отвагу Несколько греческих купцов Бывших проездом в Хатусе Были пойманы За купанием в реке В зороастризме Великое оскорбление Загрязнять естественный источник воды И народ Хатусы требует возмездия Греция просит вернуть Фак Блин, а если я еще Еще и настроение С другой стороны Я бы хотел В иудаизм перейти Когда-нибудь Потому что Видите, у нас иудаизм Уже у греков Распространился Шестьсот Стоит А почему шестьсот Фига себе Шестьсот цивиков Стоит Принять иудаизм Блин Ну какое-то Нечестное событие Нет Все-таки Наверное Должны заплатить У нас с Грецией Очень-очень хреновая Отношение Смотрите, где армия Греции Уже стоит Вот как Откуда у них Столько очков Перемещения Чтобы вот так Вот двигаться Ну это же Очевидно Нечестно Так Я думаю Что нам надо Вот так Встать И вот так Ну что Вой Прачника Сделать Еще Что-то у нас Тут сплошные Битвы Так Тут я думаю Сейчас поскачем На помощь Халебу У нас У нас там Варвары Лютуют Вон еще Да Вот надо будет Сначала Вот этим Городом Заняться И два И два И два Вот здесь Мрамор Ну вот этот Город Интересный Кстати Это конечно Можно Наверное Ну не знаю Тут не так Круто Я вот Вижу Ну Блин Что там Такого Вот эти Варвары Откуда А Я знаю Откуда Там Вот в этих Лагерях Вот этих Минорных Фракций Данов Да Блин Стояла Стояла Коляска И вдруг Решила Пойду Ко скаута Лупану Вот постепенно Вот Вот Наверное Вам видно Четыре Три Ну наконец-то Готовы прекратить Войну И они Тридцать Четыре монеты Вход платят Есть Еще и Рим Нам дань платит Отлично Даны Предложили Не-не-не С данными Мы не будем Ахатусан Это кто Это одна из семей Да Наши разведчики Сообщают Что не заря На идущую войну Группа римских Паломников Направляется В священный Город Кадеш Где они Как подобают Преданным Иудеям Собираются Молиться И просить Благословления Паломников Немного В основном Это семьи Не представляющие Никакой угрозы Однако Если позволить Римлянам Войти в Кадеш Во время войны Это может Многих задеть Блин Так у нас же Уже Нет войны Ладно Я им позволю Зайти Все таки Так Кроме того Мы в Кадеше Можем Наместника Назначить Блин А что такие Хреновые Все олигархи Продажные Распутный Оратор Плюс 3 К несчастью Ну царица У меня в столице Ну видимо Вот эту Генерала Тогда Бля Я не хочу Генерала Блин Блин Ну и фига У нас Конечно Наша царица Живет 74 года Она Уже правит 52 года 52 Года Кстати до соли Добрались Вот соль Надо пойти Обрабатывать Давайте еще Одного Рабочего Сделаем Не знаю Что-то я Светилище Не хочу Строить По какой-то Причине Так У нас 600 Военных Очков Давайте Купим 3 приказа И Походим 3 раза Этим Скаутом Так вот Видите Написано 3 Произведет Нового Юнита Через 3 года Через 3 хода И тут То же самое Они Постепенно Производят Юнитов И когда Она Превышает Какую-то Численность Эти юниты Превращаются Варваров Туевые Леса Превращаются Варваров О, грек Наконец-то Поставил Тут Город И Нападают На Ближайшее Поселение Ну вот Короче Мне надо С данными Воевать Мне надо Улучшать Отношения С Римом Из Греции Да Блин Греки Вообще Эрудиты То есть Они меня Так Довольно Сильно Опережают По науке Получается Ну я Сейчас Надеюсь Что я Назначу Посла Назначу Что там Возьму Еще Какую-то Централизацию Плюс Две Вход За Уровень Культуры Кстати Будет В столице Ну а Рим В Войне С данными У данных Племенное Вторжение Эти Можно Убедить Мирно Было бы Очаровательно Если бы Харизма Была Два Или Больше Но Нам Придется Ну В принципе Все Все к этому Шло Давайте Политика Пускай Обучать Не будем Мы следующую Амбицию Выбирать Хотя Я думал Что уже Царица К этому Моменту Умрет Она Все Живет И Живет В общем Ждем Наплыва Данских Юнитов Доделаю Тут уже Кластер Камней На будущее Тут будет Просто Вот так Камни И друг Соседство Друг С другом Дают Ну И начнем Наверное Уже Специалистов Тут Действительно На крабы Делать О Руинка Никем Не найденное Сперва Ничто В громадных Кучах Грязи Не вызывает Восторга И только Когда Наши Люди Возвращаются С ближайших Пустынных Холмов Становится Понятно На расстоянии Видно Как эти Примитивные Развалины Складываются В огромные Узоры И даже Изображения Животных Которые Должно Быть Видно С большой Высоты Блин Линии Наска Что ли Нашли Кто знает Какие Богатства Лежат Под этими Курганами Но раскопки Уничтожат Их Красоту Наверное Культуру Возьмем Денег У нас Дофига Культуру Так Они убьют Лимни Скаут Я думаю Что надо Марш Бросок Сделать И вот тут Спрятаться В лесу Нам в город Надо Вот этого Война Поставить Потому что Он от Этой Семьи Так Сейчас Принимаем Открываем Аристократию Принимаем Центр Не Принимаем У нас еще не хватит Цивиков Но в любом случае Я на этом Серию Закончу Длинное Получается Интересно Нельзя Мне очень Интересно Все таки Old World Я считаю Одной Из лучших 4x Пошаговых Стратегий Последнего Времени Даны Перешли В дара Зароастризм Но при этом Воюют С нами Интересно Я бы Открыл Верховно Блин Рост Границ Давайте Рост Границ У всех Городов Плюс 6 Границ По-моему Это Клево Так Мы можем Назначить Посла Плюс 30 Меней Иностранцы Вот Иностранцы И религия И торговка Как раз Пригодилась Нам Стоит 100 цивиков Между прочим И два приказа Но оно Реально Того Стоит Теперь Теперь мы Можем Национальный мир Объявлять Торговые соглашения Посылать Ну если в войне Будем То перемирие Посылать Тоже Так Ну нам надо Для принятия Централизации Сколько 400 цивиков Накопить Опять Которых нету Но это уже Ребята В следующей серии Спасибо что смотрите Спасибо что поддерживаете Спасибо спонсорам Особенно за Поддержку канала В это Тяжелое время Кстати Спонсоры могут Уже прямо сейчас Продолжение В вкладке Сообщества Поискать В комментариях Пожалуйста Ваши впечатления От Old World От перевода Напоминаю Что это прохождение Именно для того Чтобы еще и перевод Посмотреть Не только новую Цивилизацию Хеттов Глянуть Все Слава Украине Живи Беларусь И Россия будет свободна И всем пока Я Алексей Халецкий Тот кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok